Всем здарова, мальчишки и девчонки, и мы продолжаем играть в The Last Stand Battle Royale. И сегодня я хотел бы записать свой первый гайд в виде летсплея. С чем же я хотел с вами поделиться? А именно, с моей коллекцией орудия. В общем-то, если посмотреть на мои оружия, а у меня достаточно невеликий такой запас, я понял одно. Что? Вам нужно обязательно иметь оружие-дробовик. И вы видите перед собой Bloomberg 600, TigerS20M, CombiArmsNAS12, OEV2800CA, Wellington FA12S. Спросите меня, почему ты не берешь фиолетовое оружие? Так потому что оно второго левела и у нее урон 886. Если сравнить ее с OEV2800, то его сейчас порезали. У него, как вы знаете, было 1000 дамаги. То есть был патчик, как я понимаю, и дамагу порезали. Если вы видели, то в предыдущих стримах OEV2800SA тащил нереально круто. У него было 1000 урона на четвертом левеле. Сейчас у него 766 урона. Теперь все-таки шмотки берут свое. И как вы видите, зеленые пушки становятся слабее синих, синие пушки становятся слабее фиолетовых. Очень немножко жаль и прискорбно то, что вы могли первые 5 дней тащить с OEV вот этим вот двустволкой. Просто на изи разрывать всем жопы. Сейчас такое, к сожалению, у вас не выйдет. Но мы можем взять Wellington FA на 807 урона третьего левела. И комби Arms NAS12 с 886 урона. То есть, в принципе, пока еще незаметно. Второй левел фиолетовая шмотка. И третий левел синяя шмотка. И, конечно же, можно прокачивать дальше Bloomberg. То есть, в Bloomberg 449. Но все равно, если у вас нет денег для того, чтобы покупать паки, да, для того, чтобы покупать ящики, вы берите OEV-2800 СА. Это очень офигенно мощная пушка для зеленого дробаша. Ну, а я, конечно же, возьму комби Arms фиолетовую. Я ее еще сам не брал. И хочу посмотреть, что это такое. Поехали. Селект сюда. Далее поехали. Я считаю, что снайперское оружие всегда должно быть. Снайперское оружие я видел либо Мессер Крик зеленое, обычное белое и Неотеч 308 СР. Неотеч 308 СР это вообще какая-то имба. Я думаю, что это самая имбовая пушка в игре. Потому что, если правильно держать на расстоянии противника, вы можете делать очень сильные вещи. Издалека сажая 964 урона. Если даже полностью фуловый чувак будет одет с броней, это 4 выстрела за эту снайперку, и вы полностью побеждаете. Отлично. Второе. Я считаю, у вас всегда должен быть какой-то пистолет. Лавсон на старте игры самое нормальное оружие. 178 урона за один выстрел. Никакие УЗИ, никакие калаши. Я считаю, что, в принципе, как бы... Ну, они рядом стояли, но все равно, мне кажется, с пистолета в начале Лавсона тащить, если его прокачивать, это самое то. Далее у вас может выпасть вэпон Тайга. У него 521 рейдфайра, то есть он побыстрее стреляет, но это же надо мышкой попадать. Ну, такое себе. 271 у Фалькона, 144 у Баллистика, и 263 у Борчарда М18-98 уронов. И проценты попадания у него 88%. То есть практически он всегда попадает. То есть я считаю, что пистолет в вашем омундировании тоже обязательно должен быть. И четвертое оружие я пока не знаю. Мне нравится из полуавтоматики и всей. Мне нравится Лавсон. Неплохое, в принципе, оружие с 58 урона на третьем левеле, но оно синее, понятное дело. Есть еще, конечно же, МП-7 Arrowhead, но у нее 37 урона и второго левела. Рейд у нее Fire 17 РПС, здесь 11 РПС. Намного больше РПС, но по крафтингу, по крафтингу 4 болта и 4 механизма намного выгоднее, чем МП-47 Arrowhead. То есть я вам сейчас объясню дальше. 4 оружия это даже многовато. И самое интересное по винтовочкам. У нас есть арма AR-15 293 урона, комбин армс 356 урона и АК 392 урона. 240 урона у Итайги и вот самое интересное Нео Тэч М4 Саваланч 459 урона. Я считаю, что есть какая-то серия оружия Нео Тэч М4 Валанч, Нео Тэч 3107 СР, какая-то серия оружия Нео Тэч, которая в этой игре просто решает и уничтожает. По пулеметам я, в принципе, фиолетовый пулемет еще ни разу не находил. И думаю, что 7 и 5 сборка нам невыгодна по сравнению с 4 и 5 и урона Нео Тэча больше. Вот это мой на данный момент самый, я считаю, лучший закуп. А теперь поехали к отнем. Посмотрим, что из этого всего может выйти. И я думаю, что вы поставите лайк. Спасибо огромное, что вы поддерживаете, ставите лайки. И не забывайте подписываться на канал и зовете друзей. Ну что, а мы потихонечку поехали дальше. Посмотрим, выйдет ли у нас матч или нет. Теперь давайте пойдем по карте. То есть вот мы сейчас ждем 7 человек. Они должны всяко загрузиться. Здесь вот смотрите, окифиватор лего. Кстати, я вам покажу мировой рейтинг игроков и лего-плеи. Лего-плей клан самый реальный задрот и самый психи. Мне вот за вас вообще не стыдно. Вы просто красавчики. Реально весь топ-20 людей, практически каждый второй, третий человек. Это из клана лего-плей. Я слышал у разработчиков, что в скором времени введут, как так сказать-то, введут кланы. Ну что-то у нас тут почему-то людей немного. Всего лишь 3 из 7. Но все видят, что это я. Кстати, когда я стримил, вообще по 12 комнат и забивалось. В принципе, неплохо. Сейчас разрабы заняты багом-фиксом. Потихонечку обновляют игру. Все должно быть у игры. Я считаю, хорошо. Поехали дальше. Здесь сундучки собираем. Погнали-погнали. Дальше посмотрим, что у нас будет. Есть что. По домам мы нашли уже револьвер. И я думаю, что торопиться обгреживать револьвер не стоит. Если у вас позволяет на карте время и место под лут. Смотрите, 7 человек показывает. Значит, боты остальные будут. Или остальные догрузились. Что-то я нифига не понял. Если у вас есть время и место полутаться, то лучше найдите дробаш и снайперскую винтовку. Без снайперской винтовки, я считаю, потом в финале очень тяжело играть. Потому что вы можете брать всякие места и издалека наяривать. И спокойно уничтожать. Так, берем ассалт-райфл, который мы можем из него сделать неутэч. Прочекаем карту. Что у нас по карте? Ага. Карта у нас на центр города Вилтона. И я побежал не совсем в нужное место. Я теряю сейчас очень много времени. Заговорился, не посмотрел карту. И, в принципе, не вижу, что куда бежать. Но ничего страшного. Я, кстати, на стриме делал по минус 6, по минус 7. От шмота тут, конечно, зависит тоже немало. Но и от позиции тоже. И от гранат тоже. Вы можете закатать противника гранатами, пока тот, допустим, воюет с другими. Итак, мы можем сделать свой первый апгрейд. И так как я не нашел свою снайперскую винтовку, я, наверное, сейчас сделаю апгрейд по револьверу. Или сделаю апгрейд по винтовочке. Сейчас давайте, ребята, попробуем. Пройдемся через лесопилки. Пройдемся, посмотрим, может быть, что еще найдем. И вот он, дробаш, дробаш. Ребята, если вы не нашли эмочку, делайте всегда дробаш. Дробаш вы... Как вы можете играть с дробашом, если у вас нету немочки, не имею в виду, а стайперской винтовки? Если у вас нету стайперской винтовки, вы с дробашом можете встать в кустах, вас не видно, и просто стоять и целиться. Вы даже можете отводить прицел от вражеского персонажа, пока он к вам вблизь не подойдет. Он к вам вблизь подходит, и вы вот так стреляете. Что вам позволяет нанести самый огромный урон, потому что, как вы знаете, если у вас дробовик чем ближе к противнику, тем сильнее урон. И, в общем-то, вы за 2-3 выстрела спокойно убиваете врага. Так, что у нас здесь пока в ангаре? Ничего нету. Посмотрим, что найдем. На револьвер у меня апгрейда тоже сейчас не хватает. Сколько мне хватает? 7-3. А мне надо 4-4. То есть мне нужно еще одну детальку найти, и хотя бы револьвер на дальнюю дистанцию можно сделать. Либо проапгрейдить вот этот него лэнч. Что-то пока никто никого не убивал. 7 из 7, 7 чоков. Хотя у меня там было 3. Не знаю, почему 7 показывает. Вот. Делаем пистолет, потому что у него урон по 140 за выстрел. Это тоже неплохо. Теперь, когда вы встаете в кусты, вы уже играете немного по-другому. Как вы играете? Так, переходим на дробовик. Переключились. Сделали выстрел, допустим, из пистолета. Если кого-то вблизи видите. Да. Вплотную подходите еще. Пытаетесь его ушатать с этого. Как его? С вашего кортика. У вас есть кортик. Отлично. Хиляемся. Про меткит никогда тоже не забывайте. Все, на меткит у меня не хватает. Два у меня выстрела осталось. Переходим на револьвер. Так, 22. Он где-то рядом. Кто-то в кустах, наверное, сидит уже, да? Нет, мне повезло. В кустах никого нету. Сами посидим в кусту. 3, 4, 5. Берем тоже гранату. Когда увидите, что кто-то будет к нам подходить, вы просто ее бросаете. И уже наносите чуваку урон. Тот мне, в принципе, неплохо зауронил. И, скорее всего, топ-1 в этой катке я не возьму. Но я постараюсь. Сужение. И дальше, вот мне нравится, дальше пойдет сужение маленькое. Кстати, инсайт-инфа от разработчиков. Но, не знаю, рассказывать вам ее или нет. Скоро будут новые режимы. Новый режим. А какой, я сам пока не знаю. Если хотите, я могу узнавать. Но нужно, чтобы больше смотрел игру. И больше интересовался. И ставили лайки. Тогда я спокойно буду как-то выуживать информацию по игре. Так, ну что, проходим дальше. Если там есть какой-то куст, сразу туда грену закинем. Потому что там всяко может стоять чувак. Так, я думаю, здесь вот самое такое полезное... Как это? Самое полезное... Самое полезное место. Дефа. Опа-на. Кто-то сейчас снизу пойдет. Так. Прилетело. 308, 306. 500. Блин. Фигово. Берем дробаш. Отлично. Вписали. Причем неплохо так вписали. Его сейчас за зоной будет стричь. Раз. 96 хп. Есть. Вот, в принципе, и от позиции вы выигрываете игру на изи. Такой вот был, в принципе, у меня простой гайдик по игре Last Stand. Сейчас я буду искать и стараться убивать новые оружия. Говорить вам по лутингу. Следующий мой ролик будет, где в основном стараться спрыгивать, лутаться. И, в общем-то, также пойдем по оружию и поиграем по снайперке. Посмотрим, что лучше всего брать. В принципе, из сундука выпал один апгрейд на Нео Тэч. Очень важно апгрейдживать вашу снайперскую винтовку, потому что она и так шарахает с одного выстрела на 908. Тут будет урон у вас только увеличиваться. Я сейчас четвертый уровень. Если посмотреть по мировому рейтингу, посмотрите сами. Легоплей, Легоплей. Кстати, под вашим ником сразу в скобках пишите Легоплей. Легоплей, Легоплей, Легоплей. И, в общем-то, весь клан Легоплеев у нас в топе. Скоро, когда создадут клан, я всех людей, кто попали в первый топ 220, я вас всех приму в клан. С вами был Легас. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. Всем пока-пока.